Всем привет дорогие друзья! С вами снова Влад. И вот близится день Святого Валентина и приходит пора дарить подарки своим вторым половинкам. И вот я предлагаю вашему вниманию вот такое вот замечательное сердечко с крылышками. Ею можно украсить например какую-то подарочную коробочку или же просто подарить вот такому вот виде, в виде Валентинки я бы так сказал. И написать здесь например я тебя люблю. И я думаю ваша вторая половинка это очень сильно оценит и этот подарок выйдет на ура. И вот приступим к созданию этого сердечка. Для того чтобы сделать сердце с крыльями нам понадобится квадратный лист односторонней цветной бумаги. С одной стороны она у меня красная, с другой стороны белая. И так ложим цветной стороной вниз и начнем изготовление нашей поделки. И так для начала нам нужно согнуть наш квадрат пополам. И так вот так мы его складываем пополам, хорошо пальцами здесь проглаживаем. Так как у меня бархатная бумага, она у меня чуть-чуть прочнее чем у вас будет, но это ничего страшного. И так один раз согнули пополам, разворачиваем наш квадрат, разворачиваем его на другую сторону и точно так же вот так вот пополам его слаживаем. И так есть, хорошо вот здесь вот пальцами изгибы мы прогнули. И так теперь разворачиваем наш квадрат и вот что у нас получилось. Получились две вот таких вот линии. И так теперь берем низ нашего квадрата и складываем его вверх до вот этой вот линии. И так вот таким вот образом. И так вот сложили, получилось у нас такой вот квадрат с вот такой вот красной полосой. И так переворачиваем теперь наш лист бумаги на вторую сторону. И так есть. Теперь мы должны вот эту вот часть нашего листа согнуть до вот этой центральной линии. И сгибаем. Так, изгибы все хорошо прошлись. И тут точно так же с другой стороны. И так вот что у нас получилось. Теперь мы должны вот эту вот правую часть нашего листа согнуть также к центральной линии. Вот таким вот образом. И так хорошо изгиб прошлись. Точно так же делаем с другой стороны. И так есть проделали. И вот что у нас получилось. Теперь разворачиваем наши лепесточки, которые мы сгибали. И переворачиваем наш лист бумаги на вторую сторону. И так есть перевернули. Теперь мы должны вот здесь вот нажать двумя пальцами вот в этом вот месте. А вот эту вот часть верхнюю нашего листа опустить вниз. Вот таким вот образом. Вот подвину вам, чтобы было видно. Вот что у нас получилось. Теперь мы должны вот эту вот часть по линии согнуть к центральной линии. То есть к центру. Вот таким вот образом изгибаем. Как мы видим здесь бумага нам сопротивляется. Мы вот таким вот образом берем пальцами, помогаем ей. То есть вот здесь у нас должен получиться такой треугольничек. И так. Хорошо здесь пальцами прошлись. Точно так же делаем с другой стороны. Сгибаем пополам. И здесь помогаем пальцами. И так есть согнули. И вот какая фигурочка у нас получилась. Получается здесь у нас белый цвет, а внутри у нас красный. И так есть. Теперь мы должны вот эту нижнюю часть согнуть до вот этой вот линии. И так. Берем. И сгибаем. Как мы видим у меня бумага прочнее, чем лист А4. Так как я использую бархатную бумагу. Она такая более плотная. Ну. У вас будет полегче. Потому что у вас будет например лист А4. И так. Хорошо здесь согнули пальцами. Прошлись. И так. Разворачиваем обратно. Вот у нас получилась вот такая вот линия. И так. Теперь мы должны по вот этой вот линии. Как мы видим вот у нас есть тут в середине квадратик. Мы должны вот здесь вот по диагонали сделать изгиб. То есть мы берем вот эту вот часть нашего листа. И вот таким вот образом мы должны его согнуть. То есть у нас получится здесь линия диагонали. И так. Согнули одну сторону. Как мы видим. Точно так же делаем с другой стороны. И так. Хорошо пальцами здесь изгибы прошлись. Вот что у нас получилось. И теперь берем вот эту вот нижнюю часть. Вот так вот вверх приподнимаем. И вот здесь одновременно мы по диагонали сгибаем. Как мы видим у нас тут получается уголочек. И так делаем. Так же с другой стороны. Пальцами здесь проходимся. И вот вот такая вот фигурочка у нас получилась. И так. Теперь вот эту вот часть нашего листа мы должны сделать потоньше. Как мы видим она у нас похожа на такую лодочку. Мы ее должны сделать гармошкой. И так. Для этого берем вот эту вот часть нижнюю нашего листа. И мы должны подогнуть ее к вот этой вот верхней линии. То есть согнуть вот эту вот часть пополам. И вот таким вот образом сгибаем вверх. Итак, вот так вот согнули вверх. Как мы видим, наша часть уже стала вдвое тоньше. Теперь берем вот эту часть, вверху загибаем вниз, то есть сделаем еще тоньше. И так, есть, согнули. Теперь вот эту часть всю приподнимаем вверх и также слаживаем пополам. У меня бумага очень такая плотная, поэтому здесь уже надо применить силы, чтобы согнуть эту всю бумагу, так как она уже тут в несколько слоев. И вот мы, как мы видим, сложили, у нас получилось уже вот такое вот, типа сердечко уже что-то похожее. Вот здесь, как мы видим, у нас оно слишком толстое, так как нам еще так не нужно. Нам надо сделать еще потоньше, то есть еще один раз сложить гармошкой. И так точно так же берем вот эту нижнюю часть, сгибаем пополам. Это сделать уже трудно, так как тут слой бумаги уже во много слоев. Но ничего. И так, как мы видим, одну часть мы согнули. Теперь опускаем ее вниз и также слаживаем пополам. И так, есть, сложили. Теперь поднимаем вверх. Выворачиваем нашу гармошечку. По линии. Так, опускаем теперь вниз и слаживаем пополам. Гармошечку эту сделать очень просто. Просто нужно выгибать нашу бумагу в разные стороны. И так, согнули. Теперь опускаем это вниз. И согнем еще раз пополам. И так, есть, согнули. И как мы видим, у нас получилась вот такая вот гармошечка. И так, теперь вот здесь вот держим посередине нашу гармошечку. А вот эту вот часть, то есть крылышко наше, мы должны вот так вот потянуть вниз. Чтобы она у нас расправилась. И так, держим так же здесь. Тянем вот эту вот сторону. И так, вниз потянули. Как мы видим, у нас получились вот такие вот два крылышка. И так, теперь займемся самим сердечком. Теперь берем вот этот вот уголочек нашего листа и подгибаем вот сюда вот к центру. Так, где-то я думаю, вот так. И так, согнули уголочек, как мы видим. И теперь согнем второй уголочек. Точно так же. И так, есть. Согнули, как мы видим, пальцами прошли здесь хорошо изгибы. Чтобы у нас оно не разворачивалось. И теперь вот эту вот часть верхнюю мы должны согнуть вниз. Чтобы наше сердечко не было угловатым. И так. Вот так вот загибаем вниз. Пальцами здесь хорошо изгиб прошлись. И точно так же делаем теперь с вот этой вот стороны. Так, согнули один уголочек. Сгибаем второй. И так, согнули. И теперь верхний уголочек согнем вниз. И так, пальцами здесь хорошо вот так изгибы все попроходили, чтобы у нас наше сердечко не разворачивалось. Точно так же вот здесь поправим наши крылышки вот так вот вниз. По желанию здесь можно, например, степлером слепить или же клеем здесь клеить, чтобы оно у нас не разворачивалось. И так, теперь переворачиваем получившееся наше сердце. И как мы видим, у нас получилось вот такое вот замечательное сердечко, которое можно подарить на день Святого Валентина. То есть на день влюбленных. И я думаю, ваша вторая половинка будет рада такому подарку, который вы сделали своими руками. Ею можно украсить, например, какую-то коробочку. Или же просто так, например, подарить. И здесь можно, например, что-то написать. И вот, в принципе, и все, ребят. Я думаю, вам поделочка эта понравилась. И она вам поможет в ближайшем месяце. И до новых встреч. Также не забывайте смотреть наши предыдущие уроки. В них вы найдете много полезного и интересного. Также не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал. И так, с вами был Влад, друзья. И до новых встреч. Пока.